Какой настоящий отец моей мамы. Он был настоящим. Брутальным, но настоящим. Но настоящим. Он жил за городом, в деревне. Ужасные условия. Он работал каждый день. Он был настоящим. Никогда не возмущался ни на чем. Хорошая жизнь, но продолжение. Он просто каждый день работал, несмотря на то, что у него была очень тяжелая и трудная жизнь. Он весь был ранен. Он был очень сильным и никогда не жаловался ни на что. Он был абсолютно не духовным, но таким очень сильным, собранным человеком. Я провел с ним какое-то время в конце 70-х, в начале 80-х, в деревне. Тогда у меня было 16-18 лет. Но парень... Как объяснить? Например, солид. Он мог бы убить животных. от мелкого до коровы и продолжать выполнять другие задания. Все, что было необходимо. Он мог убить животных, если это требовалось от мелкого до коровы и продолжать выполнять другие задания. Все, что было необходимо. Он мог спокойно это делать и продолжать разговаривать. Для меня это было шоком просто каким-то. Он был как хирург. Он был как хирург. Все очень точно. Аплум, аплум, аплум. Аплум, аплум. Он был абсолютно неграмотным. То есть он, отпечатав пальцы, ставил вместо подписи. Но он все равно очень сильный человек. Аплум, 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 аплум. Конечно, он был тоже человек, у него были свои какие-то проблемы. Но в духовном плане он был очень настоящим. Я знал людей из других традиций, которые тоже обладали таким качеством твердости, собранности. Например, у них есть какие-то определенные духовные принципы. Они никогда не нарушают их. Это определенно твердость. Честь очень важна. Честь очень важна. Анна. Я не ловлю, даже если я должен умирать. Я не ловлю о Шиве. Я не ловлю. То есть, например, я никогда не солгу о Шиве, даже если мне придется умереть ради этого. Это есть твердость. Я не ловлю, потому что мне нужно денег. Я не ловлю. Нет, нет, нет. Я не ловлю о Шиве, потому что я делаю Шиве. И я продолжу молчать Шиве, продолжу молчать Шиве. Это твердость. Это не для свободного. Ты должен тренироваться и тренироваться. Это, естественно, нелегко дается. Это не бесплатно. То есть, нужно очень долго тыковаться и развивать в себе это. Как солдат. Потому что мать невежества, когда она выстреливает, она стреляет очень сильно. И если вы не твердый человек, то вы очень быстро падете. Не ожидайте, что ваша кровать будет усыпана розами. Это будет трудно. Это трудный опыт. И при этом, как вы получите освобождение, Майя будет стрелять вас, обстреливать в десять раз. Сильнее. Потому что это ваша собственная сила пытается остановить вашу собственную силу. Но вы чувствуете и ощущаете на себе эти боли. И вы тоже приходится отстреливаться. Это как солдат, как война. То есть, вам нужно постоянно продвигаться. И в прошлом, много раз, я должен давать... Не семинары. Семинары в России. В моем стране я обычно давал ретриты или курсы. Семинары – это инвенция в России. Семинары – это какое-то изобретение в России. Мне нравится иметь сообщество. Так, чтобы я мог, например, каждый день приходить туда и что-то давать. Если кто-то может мне помочь в этом, то пожалуйста, посодействуйте. Семинары – это место для нас. То есть, мне хотелось бы иметь какое-то место для нас, наше общее. У меня то же самое случилось с моим основным учителем. У него было свое сообщество. Каждый день я ходил к нему и чему-то учился у него. То есть, не было никаких семинаров. Это ежедневный контакт с учением. Каждый день я мог также где-то медитировать. Это очень важно. Очень часто, когда я преподавал, давал занятия, мне было очень плохо. Потому что у меня зуд болел, то проблема в жизни, то голова болела. И я продолжал преподавать. Это твердость. Сила. Окей. Сейчас я покажу вам проявление согласно разных школам. Потому что, когда мы говорим проявление, мы думаем, что это одинаковое понятие во всех школах. Но это не так. Нет. Нет. Например, в системах Ньяя и Вайшашика освобождение называется апаварга. Это освобождение типа сад-чит. Сад-чит состоит от двух слов сад и чит. Советую — это существование и сознание. Усистование, существование, существование и сознание. Но нет блаженства. Нет блаженства. Только есть прекращение страдания. Нет страдания, но и блаженства вы не испытываете. Это как глубокий сон. В Санхе освобождение достигается через познание татв. И там тоже освобождение типа сачит, то есть отсутствует блаженство. Тоже прекращение страдания. Для того, чтобы получить освобождение согласно Санхе, вы начинаете с кусочком ткани. Это все, что вам надо. Кажется очень странно. Например, кусок ткани, но одного цвета. Да, небольшой кусок ткани. Вы положите кусок ткани в предыдущем. И начинаете концентрировать на кусок ткани. То есть вы смотрите и концентрируете все свое внимание на этой ткани. И в один момент со временем вы увидите, что кусок ткани заполняет все ваше видуальное поле. Как будто распространяется и заполняет собой все. В тот момент вы осознаете Агни-татву, то есть элемент огня. Тридцать четвертая категория. Когда вы осознаете Агни-татву, то вы осознаете всех будд. И тогда у вас появляется власть над огнем, элемент молния. Это сверхсила. Дальше вы медитаете на половину этого куска ткани. Да, до тех пор, пока половина пускает ткани не заполнит все собой. Это трудно, это очень длинный процесс. Дальше вы медитаете на половину от половины. До тех пор, пока половина пускает ткани. И вы продолжаете, половину от половины от половины. Некоторые дни, много лет, просто медитаете. Вы должны медитировать на атомическом части ткани. Да, после многих лет медитации вы будете медитировать на малюсенькую часть этой ткани, которая размером с атом. Пока это крошечный кусочек не заполнит все ваше поле зрения. После этого вы больше не можете сложить пополам этот кусок. Это Танматра, Рупа, Рупа Танматра. Это Танматра 29. О, мой Господи, я хорошо. Рупа Танматра. Рупа Танматра. В этот момент глаз уже не может дальше различить видеть. Это самая меньшая область света, которая может вообще переварить глаз, воспринять. Размер меньше этого, то глаза просто закрываются. Потому что для глаза больше нет никакого питания, опоры. Когда вы осознаете Танматра, Рупа, тогда вы уже поток времени, не осознаете пространство. И тогда вы осознаете силу, которая связана с силой зрения, видения. Почему это происходит? Почему вы осознаете Ян Эндрия, Чакшур Эндрия? Потому что эго, которое создает все Эндрии, это эго. Уходим, отступает Эндрия. Потому что больше нет восприятия света, из-за этого эго отступает Эндрия. И тогда вы поймете и увидите, что все Эндрии пропитаны эго. И это как раз реализация Эндрии. И тогда у вас появится дар ясновидения. На самом деле, сила видения. И вы не должны осознать все Эндрии. И с одной Эндрии это достаточно. После этого вы будете осознать в дурдом. Это очень ужасно. Санхи очень можно зажешу достичь освободения. Очень ужасно. После этого глаза совсем закрываются. Так что вы будете двигаться в эго. Потому что манас является всего лишь продуктом эго. Потому что манас является всего лишь продуктом эго. И вы увидите эго как объект. Масса самскара. Масса самскара. Кармашия. Масса. Вы увидите все это перед собой как объект. Так же, когда люди умирают. Видят всю свою жизнь как объект. После этого вы перейдете в чистое сознание Я. Потому что хамкара это еще не чистое сознание. Когда вы осознаете буддхи. Категория 3. Третья категория. Когда вы находитесь в буддхи. Вы находитесь в чистом сознании Я. И тогда вы приобретаете все сверх силы. И испытываете огромное счастье. До этого ты являешься сам прагиата йогой. Йога основана на сам прагиане. Все понятно. Йога основана на сам прагиане. Сам прагиана. Сам прагиана. Это значит знание о датлах. Представляете, если я не буду вам объяснять это слово. Но некоторые люди остаются там. И они полностью счастливы с этим состоянием. Некоторые люди так остаются в этом состоянии. И их вполне это устраивает. Они наслаждаются блаженством, сверхсилами. Но буддхи. Буддхи это эволута. Эволута в английском. Эволут. 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 Он не двигается. Он находится в балансе. Это баланс. Вы знаете. Три гурнасы. Сатва. Раджас. Интамас. Три гурнас. Сатва. Это чистота. Раджас. Это действие. И Антамас. Это невежество. В Пракрити они все находятся в балансе, но в буддхи уже доминирует саттва. В тот момент, когда вы очень-очень концентрированы и вы осознаете буддхи, в тот момент, когда вы осознаете буддхи, очень-очень тонко буддхи сдвигается, но это движется, буддхи движется. В то время вы можете остаться там, наслаждаясь счастьем, силами, или вы можете решить двинуться дальше в Асампра-гяту йогу. В Асампра-гяту йога вы уже отрекаетесь от блаженства и всяких сверхсил. И тогда вы применяете три силы. Самую чистую форму саттвы, самую чистую форму раджаса и самую чистую форму тамаса. В Санхи самая чистая форма тамаса – это возможность достичь освобождения. В Санхи самая чистая форма раджаса – это желание достичь освобождения. У многих людей есть только две вот такие возможности. Поэтому они зависают между двумя состояниями буддхи и пуруши. Но некоторые люди способны развить в себе самую чистую форму саттвы. И самая чистая форма саттвы – это санхи. А что такое санхи? Санхи – это различающее знание. То, которое различает призывы. Вивейка – это основанное, то, которое различает призывы. Следую очередь мы ставим Ви – Вивить. Для расследования, для дискриминации. Вивейка – это дискриминация. Вивейка – это различение. Вивейка – это знание. Вивейка – это знание. Разница между пуруши и буддхи. Пуруша не изменяется. Вивейка – это не гурна, не раджа, не раджа, не саттва, ничего. А буддхи изменяется. Совсем немного, но все-таки движется. Когда вы имеете сверху форму саттва, когда вы имеете знание, дискриминативное знание, чтобы понимать разницу между пурушей и буддхи, в тот момент, когда вы получаете такое избирательное знание о том, в чем стоит разница между пурушей и буддхи, вот в этот момент вы получаете освобождение. И тогда вы освобождены от всего страдания. Это и есть освобождение согласно Санхи. Это не полное освобождение, просто освобождение у страдания получается, так? Так? Это не трикха. Я объясняю Санхи. Трикха не отвергает Санхи. Нет, нет. Потому что трикха не отвергает учение Санхи. Трикха просто полишет Санхи и разворачивает больше вещей. Потому что Санхи очень-очень древнее учение. Очень-очень древнее учение. Очень-очень древнее. Не-не-не-не-не-не-не. Ты должен знать. Это сложное учение. И то, что вы можете прочитать какую-то книжечку и потом рассуждать о Санхи, это глубокое учение. Учение. Очень-очень древнее. Это очень сложно. Это как бы пресказ. Мне пришлось изучить просто кипы книг по Санхиакарика и другие описания. Окей. Теперь в йоге, Патанджала йога, процесс уже не был в Йоге. Вы знаете, каков процесс уже в Йоге и Патанджале, освобождение. Вы знаете, яма, нияма. Мы вчера обсуждали эти шаги. Асана, Пранаяма, Пратьяхара, Дхарарна, Дьяна и Самадхи. Яма — ограничения. Вы помните, ахимса, нон-виоленс, и другие. Нияма — это наставление, которое следует выполнять. Например, шауча, чистота, и так далее. Континент, Прахмачари. И следующая — асана. Постюра. 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 То есть это стабильное положение. Не как моя постюра. Я потребую потасио и магния. Я потребую магния. Доктор сказал мне, что я потребую магния, потому что у меня есть крампы. Когда сводят ноги, не хватает. Это мой первый раз. Потому что моя целая жизнь с лотусом. Я потребую магния и потасио. 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 Потасио в английском. Кали и магния. Кали. Кали и морозы. Не бога Кали. Кали-юга. Нет, нет. Кали-юга. Я потребую русский Кали. Кали-юга. Кали-и-и. Кали-и-и. Кали-и-и-и. И я быстро и делаю языки. Я не знаю. Я хороший актер. Люди говорят... Я говорю, русский очень тяжелый, но он будет укреплен. У меня хорошо даются языки. Я хороший актер и я жалую, что русский тяжелый. Но моя стратегия всегда принижать. Я не могу, это очень трудно. Это моя стратегия. Почему? Почему? Нет, это не для тебя, чтобы работать с тобой. Почему? Ты всегда должен начать снизу. И ты думаешь, что ты всегда снизишься. Это будет очень сложно. Это невозможно. Это стратегия. Вы не идете, что это кусочек, без проблем. Не думайте, что все вам дастся легко и беспроблемно. Русский, это для меня как раз. Пусть на самом деле это вообще не проблема. Нет, ты идешь снизу, да? О, мой Бог, это ужасно. Никогда, никогда. Я хороший актер. Я хороший актер. Я хороший актер. Я настоящий актер. Ты должен действовать очень хорошо, так хорошо, что все должны верить в свою реальность. Даже мой будущий учитель. Она думает, что сейчас я знаю стратегию, я его поймаю в ее руках. По личному. Но она не может быть able, потому что я исчезну ее память. Я просто сотру ее память. Я не ошибаюсь. Если я не могу преподавать русский язык, то я не исчезну. Он может преподавать русский язык. Алисандр. Так что, вы всегда начинаете с самого начала, с самого начала. Всегда. Потому что это более пассивно. Это пассивно. Если вы начинаете активно, это неправильно. Когда вы в пассивном состоянии, вы находитесь в долине. Вы сможете взобраться. Но если вы активны, вы находитесь уже на пике горы. Тогда вы только вниз сможете скатиться. О-о-о-о. Так что вы начинаете снизу, снизу. О-о-о. Это очень сложно. Я не могу. Все время протестировать. Так что Шахта активируется и будет подталкиваться. Так что Шахта активируется и будет подталкивать вас к вершине горы. Если вы начнете как суперзвезда, как суперзвезда, как суперзвезда, вы просто упадете вниз, обратно. В долину. Всегда начинайте с низшего. И дальше вы забудете об этом. И вы думаете, что это очень трудно для меня. Вы верите во все это. Помните мои слова. Вы будете думать, что Бедный Габриэль, он русский учит. Это так трудно для него. Так трудно для меня. Потому что у йогов есть такая сила, она заставляет все умы забывать. Не забывайте. Не забывайте. Я учил эту силу по моим ученикам. Они забывали. В факт, я не пытаюсь использовать эту силу. Но некоторые йоги очень любят пользоваться этим. Так что все люди, которые злые с этими йогами приезжают к этому йоги и они двигаются. И люди забывают, почему он был злым с этим йоги. Это реально. Я видел это с моими глазами. Многие раз. С моими глазами я видел это. И когда он заходит, йоги движутся. Не руки, движутся. И человек забывает, почему он так злым с этим йоги. То есть, когда человек заходит, в йог происходит такой сдвиг. И человек забывает вообще, почему он так злился. Это есть один тип сверхсилы, такой сверхвозможности. Возможность. Окей. Насколько вопросов о Санхье? Насколько вопросов о Санхье? Насколько вопросов о Санхье? Может быть? Санхье-философия? У меня вопрос. То есть, считай, насколько я поняла, человек, который получил освобождение, согласно, голосует ли Санхье, не пробужденный. Так ли это? А не пробужденный. Санхье или как Трика смотрит на Санхье? Ну, с точки зрения Трики, конечно, чтобы говорить обычно, пробужденный, не пробужденный. Значит, согласно Санхье, он освобожденный, но не пробужденный. Не пробужденный. Так ли, если человек получает последнюю Санхье, он не освобожденный? Нет, нет, нет. Он не пробужденный. Он не пробужденный. Он как бы в средней точке находится. Трика как в глубокий сон. Нет, Трика хайка. Нет, нет, не Потому что я украли, с большинство электричества, мы не перейдем. Пуроша не украли. Пуроша Наста не украли. Пуроша не украли. Пуроша всегда в порядке? Или инфолируется? Пуроша Это в каждой человеке Пуруша. Это всегда присутствует, как в Шива. Всегда, да, да. Потому что Пуруша и Шива limit. Когда Шива, Шива говорит, «Окей, сейчас я больше не буду быть Шивой, я буду быть индивидуалом». Это Пуруша. Это тоже недвижимо. Он говорит, что Пуруша – это просто когда Шива принимает решение, что я буду теперь ограниченной личностью, и она всегда есть. То есть она всегда присутствует. Никуда не сворачиваться, не разворачиваться. Ну вы только не ответили, он обиделся и ушел. Да, да. Он потом ко мне подошел, он не обиделся. Он как раз был в таком восторге и говорит, к сожалению, не могу остаться, но я в следующий раз пойду. Представьте себе, что эти очки являются ограничениями. Это как раз то ограничение, которое производит индивидуальность. Итак, универсальный Шива решает, что теперь я буду просто ограниченной личностью, я буду все видеть через эти очки. Я ничего не вижу. Как Шива – да, но с очками – нет. Если я снимаю, как шива все вижу, а с очками не вижу. Это – надевай очки. И он такой хороший актер. Он настолько хороший актер, что он верит в свое личное настроение. И все остальные тоже. Он очень хороший актер. 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 И он очень хороший актер. Он очень хороший актер. Поэтому в обоих этих йогах название «Освобождение» значит «изоляция», «Каивалия». То есть, используя свое избирательное знание, вы отделяете Пуршу от всего остального, от Будхи, и вы осознаете Пуршу. И вы поступаете в такой состоянии изоляции. И поэтому все страдания для вас разрушаются, не перестают существовать. Но при этом нет блаженства. Почему нет блаженства? Пурва ми манса. Но это не блаженство, когда вы не сможете ссуферить, почему они не имеют блаженства? Потому что это как в дипломе. Не ссуфер, но не ссуфер. Как в овоиде? Как в овоиде, но Пурша существует, не в овоиде. Что они видят, что они испытывают, если нет блаженства? Вы испытываете ничего. Вы испытываете только в Пурше, но не без блаженства. То есть, в Пурше я просто спрашиваю, если избавление от всех страданий, почему тогда нет блаженства? То есть, мы слышим, как глубокий сон, но это не как какая-то пустота или темнота. Мы осознаем Пуршу, это как бы тот, кто знает, знающий, но это не приносит блаженства. То есть, мы осознаем знающего, но без... это не приносит состояние блаженства. Импур, Ва, Ми, Мам, Ми, Мам, Са. Здесь, another, the fifth Vedic system. Это ритуалистическая система. Постоянно поются ведические гибны, исполняются какие-то ритуалы ведические. Дама освобождение имеет всегда освобождение от действия. Это происходит, когда вы следуете своей дарме, то есть, вы ее исполняете. Для этого вам нужны знания, сила и опыт. Но очень часто у многих людей нет всех трех этих качеств. Поэтому недоступно освобождение всем. Это объяснено, потому что многие люди делают ритуалы, и не все, кто в этой системе исполняют ритуалы, они все равно не могут достичь освобождения. Потому что некоторые из них будут знания, но не силы и опыты, и другие будут силы и опыты, но не знания. Часто людям не хватает какого-то одного элемента. Либо есть опыт и силы, но нет знаний, либо знания и силы, но нет опыта. И для того, чтобы на самом деле быть на пути дармы, то есть, исполнять ее и быть на пути праведности, как раз нужны все три эти элементы, и знания, и сила, и опыт. И последнее, это Веданта. Шестая Ведическая система. У нас было три Веданты, как может быть. Адвайта Веданта. В Адвайта Веданта знание является способом финальной революции. И там веревка может быть принята за змею. Раджу. Раджу. Что такое Раджу? Раджу. 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 Раджу принимается за змею. Это веревку, да. То есть веревку принимается за змею. Бужанга. Бужанга. Это змея. Бужанга. Мág. Бужанга. Помогает eine�-хуй-хуй. Это движется в форме буджи. Таким образом. Сигзак, сигзак, буджа. И ГА — от idée. ГУ! Когда вы понимаете, Когда вы понимаете, что веревка, то есть Вселенная не отличается от Брагмы, что это не змея, это веревка, это и есть окончательное освобождение. И в этом случае присутствует радость. Он говорит о системе чита-ананда. Есть существование чита-ананда, сознание чита-ананда, и ананда, блаженство, блаженство. Санкья, адвайта-веданта, верят в возможность человека освобожденного при жизни. Остальные философии в общем не допускают этого. после смерти. Если вы, например, по исти в интернете определение человека, который освобожден при жизни, вам в основном вылезут вот эти системы, знания, не в других школах. Например, Харе Крюшна верил в башнавизме. В башнавизме, в общем-то, веданта, дуалистик веданта, квалифи, нон-дуалистик веданта. им нужно обязательно умереть для того, чтобы получить освобождение. Не при жизни. не при жизни. И следующее веданта, Вишишта-двайта-веданта, или смешанная негалистическая веданта. Это 同じ история. После смерти человек попадает в мир Господа Кришна, и он наслаждается поклонением Господу, который находится перед Ним. Это похоже чем-то на крестьянство. И Двайта-веданта, дуалистик веданта. Двайта-веданта. Двайта-веданта. Там милостью Бога, или Прасадой. He again go to the abad of God in another world. Там он тоже попадает в мир Бога. And attains bliss. He can live with God forever. The difference between Vishishta-двайта-веданта and Двайта-веданта is that in Vishishta-двайта you are one with God, but at the same time different from God. While in Dvaita-веданта you are all the time different from God. You are not one with Him. In Vishishta-двайта you are one with God, but at the same time different from God. all the system trying to attain the higher practice. The higher practice. So they reach only the the tattwa to or high. That is not only the second tattwa, that is the practice. in the system. Any question? What does it depend on if a person during his life find the teaching that needs to find liberation? the day I can understand your English. Because she speaks so fast. I try to speak slow. She's asking what does it depend on? The person ever finds a teaching that leads him to final liberation. What does it depend on? If he finds a teaching like this or not? In his lifetime. what depends? He depends on his karma or by accident sometimes. It depends on the person. It depends on the person. in general. His previous samskaras moving in that direction. I was in those schools Dvaita Vedanta. I was visiting that school and watching their practices and practicing with them. I had direct knowledge and very interesting practices. It's not that all is useless about this school. No, no, no. But it's not for everybody and the final goal is according to Trikaya it's not the highest goal. But there are many many good practices. Chanting, dancing, and I don't like dancing, but where I have to dance. But it's a different dancing. It's not worldly dancing. Like sexual dance. No, no. It's for the Lord. It's different. It's very different. Very, very different. It's not sensual. It's with devotion. dance. It's not чувственные танцы, а скорее поклонения. And in yoga there is dance too. In normal yoga in my tradition we dance. dance. when men dance in my lineage for example, we look so gay when we dance that is horrible. in my lineage to I have to do it. A few times. But I dislike it. We have to move the way. Like this. And the men dance along. next the women dance along and the men around the women. For example. and in the middle the date is shiva, the guru, whatever. And the man like this moving around, yes, but moving all the time, the waist and the hips. It is like this. It is like this. A little like that. I'm like a gay. A little gay. It was some comfortable sensation. I couldn't concentrate on being tall like this. Norwich now. Because the ladies all the time. On top of that with this kind of you have a pants, trousers, yes. Or short like this. Imagine. Haley, legs. Horrible, horrible dance. Horrible dance. The lady is beautiful. The lady is beautiful. Very beautiful. Very feminine dance. Very feminine dance. But with the man in horrible. Guy with beard yet in the movie. My first spinning with dance was tremendous. And I had to spin it a few times. Let's say or four times. No more. I escaped. Next I was with the muslims in the sufi tradition. I had to dance again. But different dance. Nice, nice. Masculine dance. I prefer a Russian dance, yes. But the dance of my lineage is tremendous. And all the ladies laughing. And I saw them, yes. Because J.J. Vita, I saw them, yes. I saw them, yes. I saw them, yes. And all the ladies laughing. What stupid guy. So what's preventative? I continue to dance. Like in ecstasy. Yes, but I was watching. I saw them, yes. But I saw them. I saw them, yes. But I saw them, yes. It was a shame. It was a shame. How useful is that? How useful is that? It's for relax your... To develop devotion, yes, it's easy. But to relax your physical limitation. You have to move the body. But there is a saying, yes, in Spanish, there is a saying, yes? Del ridículo nadie vuelve. From ridiculous nobody comes back. То есть, в испанских есть такая поговорка, что когда ты уже опозоришься, возврата нет. Редикулос в любом мире. Редикулос в любом мире. Никто вернулся. И если редикулос в любом мире, то это навсегда запечатлено. Слабо богу, тогда не было видео, ни ютуба. Представляете ютуб. Каша работает. Очень женственный танец для мужчин. Очень женственный танец для мужчин. Моя ваттл. Представляете, что они... Хорош. И женщины, в любом случае женщины, это хорошо, но женщины... Очень очевидно. Я помню, что другие мужчины, были так встыдно танцевать. Они говорили, что у них ногу свело. Чтобы избежать этого. Это был ретрит в Кордобе, в провинции Аргентины. Я начал смеяться со всеми людьми. Все смеялись. Мы просто так смеялись. Ничего. Единственный человек, который не смеялся, это был мой учитель. Он был очень серьезный. Я ничего не мог с собой поделать. Это очищающие движения. Смешивая, смешивая, смешивая. Но когда я смеялся, я не смогу. Более в животе. Смешивая, смешивая. Все постоянно. Смотри на вас. Смешивая. Все мы смешивая. Многие люди смеялись. Смешивая для чего-то. Не возможно остановиться. Это Шахти, который развивается от танца. Так что я помню, что я был в спальне, и я продолжал смеяться. Я продолжал смеяться. Так что мой учитель сказал мне, «Теперь ты больше смеяться не будешь». Нет, нет, нет. Он меня не убил. И... И... Он добавил парфюм или льв... Я не знал, что это было. Так что он... Сум, это... Сум, это... Сум. Так что я сказал, что это не остановит меня. Ответ. И все, я не остановилась. На следующий день я восстался. Я подумал, что случилось. В сообществах йоги происходят странные вещи, много секретных вещей. Не знаю. Сейчас я знаю, что он сделал, но на тот момент я не знаю, что случилось. Смех происходит из-за сексуального центра, в Свадистане. И когда он активируется, не потому что у вас есть сексуальный секс, но он активируется. Вы начинаете смех, 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 смех. Потому что кундалини танцуют в этом центре. Кажется, как будто люди находятся под влиянием. Окей, какие вопросы? Есть ли какие-то вопросы? Вопрос по поводу пятой системы физической. Знание, сила и опыт. Сила, какая имеется в виду? Есть вопрос о курване мамы. Вы говорили, что знание, силу и опыт. Какие силы? Какие силы? Сила, чтобы следовать пути дхармы. Дхарма — это доброе, что для вас хорошо. И все это согласно законам установленным в бедах. Чтобы следовать на пути праведности, требуется огромная сила. И при этом знание. И также опыт. Как раз из-за вашей твердости, очень сильной веры. И постоянная борьба против адхармы. Например, вы пытаетесь бороться со своей привязанностью. Вы развиваете непривязанность. Это стойкость. Вы бороться. Все это о борьбе. Вы солдат или обычный боец, вы все равно солдат. Шива борется с Шивой. Это игра. Да, вы Шива. Майя — это ваша игнорность. Вы положили линии. Но вы должны бороться. Если вы не готовы бороться, ваш внутренний вор украдет все, что есть хорошее у вас. Вы знаете, кто такой внутренний вор? Например, вы медитируете. Концентрировать. Это внутренний вор. Это отвлечение. Нужно бороться с ними. Даже чтобы поддерживать концентрацию надо бороться. И вор опять появляется. Это могут быть мысли. Опять надо бороться. Постоянная борьба происходит. Потому что вор давит на вас. Медитация — это постоянная борьба. Но это не самый легкий путь. Это хороший путь, но не простой. Если вы думаете, что ваш ум оставит вас в покое просто так, вы заблуждаетесь. Нужно бороться. Нужно одержать над ним вверх. Даже если вы практикуете Шактопайя, например. Есть практика в Шактопайе, где вы наблюдаете свой ум как всплески Шакти. Все ваши мысли происходят от Шакти. Это высочайшая сила Шивы. Даже в этом случае вам придется бороться. Почему? Потому что вы скажете, «О, на сегодняшний день я практикую медитацию, contemplating мои умы как всплески Шакты». Дальше вы идете на медитацию. На сегодняшний день у вас не будет никаких мыслей. Потому что ум спрятался. Так что вы не можете практиковать. Потому что вам нужны мысли для этого. Но ум просто возьмет и остановит. Никакого. Так что вы не можете практиковать свои методы. Тогда не будет никаких неискок, ничего. Придется бороться с умом, чтобы произвести мысли. Отдай обратно их. Придется бороться с умом, чтобы произвести мысли. Отдай обратно их. Не объявляйте, что сегодня я с помощью такого метода буду медитировать. И если вы хотите, например, медитировать на свои умы, что я буду наблюдать свой ум в качестве искорок Шакты, или смотреть, как он расширяется, как движение Шакты, то ум просто возьмет и затаится. Вы не сможете даже пронаблюдать их, потому что это очень быстро. Ум очень хитрый. Ум контролирует почти всех, контролирует его умом. Да или нет? Кто может отрицать, что этот мир является царством ума? Это царство ума! Или все эти люди, которые следуют Шиба? Нет, это царство ума! Это царство ума! Это очень трудно, но возможно, надо бороться! Это не такая, как физическая дословная борьба. Это внутренняя, тонкая борьба. Это огонь и трение. И этот огонь придастся твердость. И с помощью этого огня вам придастся твердость. Вы крепитесь. Но это не естественный процесс. Нужно постоянно бороться. Йога на самом деле против природы. Вы идете против того, что для вас просто естественное и удобное. Естественно это думать постоянно день и ночь и без остановки. Это естественно. Это как болезнь. Но все страдают от этой болезни. Поэтому это больно. Они болезни, но все они болезни, поэтому они здоровы. Это болезнь. Если вы хотите остановить этот постоянный поток мыслей, то придется поработать каждый день. На практическую основу. На практических основных проблем в вашей жизни. Не, что у вас просто спокойная жизнь только для медитации. Даже бороться за то, чтобы установить в своей жизни это пространство и время, где можно сесть и полтора часа медитировать. Дети, жена, школа. Но нужно бороться. Полтора часа на медитацию успевать. Когда вы бороться и бороться и бороться за годы, вы развиваете твердость. Но вам нужно выбрать правильный метод для этого. Если вы выбрали неправильный метод, вы также развиваете твердость. Но неправильный. И тогда какому-то учителю или гуру придется разрушить вот эту твердость накопленную, чтобы открыть вам самого себя настоящего. И это вам принесет просто необразимое страдание. Ему придется вас сначала разрушить, чтобы потом вас построить заново. Поэтому настоящие люди, но в неправильном образе, например, снайперы. Когда они приходят к духовному гуру, нужно полностью сломаться сначала. И восстановиться с нуля. Это огромное мучение. О-нама-шивая. Когда медитирует, то нужно отнимать все металлическое и то, что содержит магнитное. Это обычное мудрость. Это обычное мудрость. Потому что это обычное мудрость. Медитация. Многие вещи изучаются с помощью традиции. Например, это положение полу-лотоса. Сначала правая нога кладется, потом сверху левая нога. Это моя традиция. И не наоборот. Но в других традициях они позволяют другое положение ног. Например, в других традициях дозволено другое положение, но наоборот. Сначала кладется левая, а потом правая. В моей традиции всегда правая, а левая сверху. Все эти вещи учатся по традиции. Никакой объяснений. Никакой объяснений. Это моя традиция объясняет. Вы следите. Вы можете воспознать традицию по его привычкам и манерам. И реакция, которую он делает, например, если он снимает часы. Вы знаете, что я всегда снимаю часы? Я всегда снимаю часы. Вы заметили это? Это привычка. Это моя традиция. Эта кладка? Нет, нет проблем. Потому что я нужна. Для этого нет проблем. И это моя традиция. Люди всегда в хорошей позиции. Вы никогда не вытягиваете ноги в мою сторону. Никогда. Вы отделите ноги в другую сторону. Это этикет. Из еще одна вещь. Вы никогда не вытягиваете ноги в другую сторону. не разваливайтесь в позу лотуса, если вы не можете как следует сесть по зулотуса я не знал, что вчера я это заметил, но ничего не сказал это было бесплатно вчера? нет, на фрайде бесплатно так как он сидит на стуле, да? это нормальная стула люди, которые не могут поддерживать на фрайде, нужны стула и когда вы идете на встречу, в моем традиции стены всегда предполагаются для тех, кто пожилой в этом случае нет проблем, потому что остатки свободны стены полностью но если есть много людей, то все люди первые против стены ну например, если бы большое количество людей толпа, тогда стены для того, кто постарше, то есть у них иногда, в больших встречах, я должен стоять в центре нет стены в центре бывало так, что где было много народу, приходилось где-то сидеть посередине без опоры поэтому я никогда не облокачивался никогда не облокачивался никогда не облокачивался если вы нужны, делайте это если вам прямо это необходимо, делайте это но старайтесь постепенно отдвигаться от стены, то есть старайтесь держать спину сами если вы, например, привыкли как-то облокачиваться направо, у вас будут проблемы с мышцами на этой стороне если в другую сторону, то соответственно с другой стороной с этих мышцами вы должны быть сильными все четыре мышцами чтобы держать странировать чтобы правильно себя это то, что вы должны знать о традициях и привычках это то, что касается традиций и привычек и другая вещь в моей традиции много ритуалов но я не очень ритуалистичный я устирен но я их не знаю но не выполняю много ритуалов в факте я разработал целый ритуал для йога-центра в прошлом я даже разработал определенный ритуал для определенного йога-центра однажды но я не очень ритуалистичный но другие йоги в моей линейке я очень ритуалистичный например трей с пять различных вещей пять то есть есть такой определенный ритуал поднос и там пять вещей вода сериал incense омм 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 пять всегда пять вода благовония в центре свечка посредине трей омм омм оборудования моих традициях моего линейка на стене Если у нас когда-нибудь будет свой центр, то нам придется все это считаться с этим. На пол кладется определенный либо сари, либо специальный ковер с рисунком индейства. И Гуру всегда на возвышении находится, по традиции. Не потому что я хочу смотреть на всех, но это традиция. Чтобы отметить разница, чтобы знание могло двигаться. Если мы все на одинаковом уровне находимся, то знания не могут двигаться. Это клуб, а не сообщество. Еще одно правило, что вы должны относиться к Любови с Гуру и наоборот. Например, если Гуру ненавидят какого-то ученика, то он не может быть его учеником. Или наоборот. Для того, чтобы знания передавались, к ученику обязательно необходимо. То есть у вас не может быть Гуру тем, кого вы недолюбливаете или тем более ненавидите. Это небольшие секреты, которые не написаны в любом месте, в любом книге. Но они приходят из традиции. Это уральная традиция. Уральная традиция. Некоторые из вас станут в будущем. И вы вспомните все это. Когда я был старец, в первом месяце, я начал свой путь в апреле 1983. И начал свой путь в апреле 1983. И на официальную процедуру шахтипата ритуал я попал в октябре 1983 года. И тогда я получил инициацию через чакродию, через дыхание. Матру Хамса. И это было передано монахом из моей линии, преемственности. И в марте 1984 года я поехал в Буэнос-Айрес, столицу моей страны, и там участвовал в еще одном ретрите. И на этом ретрите у меня была плохая идея. Я был старец. И сказать, что я очень хорошо умеет завязывать узлы. К-Н-О-Т. И тогда я решил почему-то сказать, что я очень хорошо умеет завязывать узлы. Потому что в детстве и в юности я очень был хорошим рыбаком. Я очень хорошо знал, как завязывать узлы. У меня ловко получалось. И тогда нам нужно было повесить очень много изображений, фотографий святых из нашей линии преемственности. В большом отеле. У нас была такая массовая леска. Такая же, как используют леску. Никто не умел завязывать узлы как следует. Так что я сказал, что, конечно же, я умею. Я знаю, я знаю. Потому что леска, она растянулась и картину упала. И фотография упала. Так что вы должны знать, как сделать, чтобы сделать хороший нот. И на поверхности пластика используя огонь. Так что пластика увеличивается. И блокирует узлы. То есть, после того, как завязывается узел, надо немножко подплавить кончик зажигалкой, чтобы все держалось хорошо. Так что я начинал. Один фрейм, два фрейма. Пластик. Хорошо. Один, два, два. Следующее, я заметил, что пластиковые фреймы начали двигаться и двигаться более эластиковые. В фрейме. Так что вот. Так что. Мне пришлось подсветить, поднять. И я был два часа с фреймом. и просто матерился с этим делом. С фреймом. У меня было очень много. Так что тогда мой главный учитель сказал мне, что в будущем твоя фотография тоже будет висеть в рамке. И я сказал ему, что это странно. Это не возможно. Но это возможно. Но да, это возможно. Сейчас я в фрейме. Люди мне пишут фотографии с фреймом. Это нормально. Так что вы будете здесь. Некоторые из вас будут здесь, на этом месте. И вы должны знать все традиции, условия. И так же нельзя позволительно трогать вещи других людей. Особенно Асана. Никогда. Никогда. Или четкие, малые. Никогда. Кроме тех случаев, где вам этот человек сам позволяет. Никогда. Потому что это как его. Туспей. 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 Персонально. Это то же самое. Персонально. Как, например, почистить зубы. Четверо. И, конечно же, не назоварительно трогать мои вещи здесь. Особенно Асану. И садиться вот здесь. Если вы сядете здесь и при этом останетесь живы, то нужно тогда одобрение Шивы на это. Если вы захотите просто побаловаться, присесть, то еще во все записывает. Потом Карма. Он очень умный. Потому что кто-то умудрился это сделать в ашраме, но агуру, селся на месте. Он, когда он поднял, поднял людей с… Пох, пох, пох. 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 Не делайте. Таких вещей. Не делайте. Пох. 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 Ну, это новое. Да? Потому что в момент моего Гурора нет интернета, нет веб-сайт. Все это было. Паперы. Нет, книги. Понимаешь? Конечно, во времена моего Гурора не было ни компьютеров, ничего этого. И просто лежала книга или писание каких-то. Сейчас это просто. И, что еще? Да. Транслатер. Эта позиция или эта позиция всегда вниз, не на то же уровне. Да? Переводчик тоже сидит ниже, слева или справа, но ниже уровнем. Всегда красивый, да? Да. Красивый должен быть переводчик. Нет. Аглитранслатер – нет. Я жалю. Я жалю. Что еще? Много вещей. Традиции. Традиции. Некоторые йогисты, например, очень эксцессивны. Например, они в прошлом ехали в йога-центр. Все в белом ехали. Такие в йогу-центре, покрытые белой шалью очень, у них чёткие огромного размера. Есть странные люди в каждом сообществе, огромная асана, эта сеть огромного размера асана, например, это мой шкур, видишь, такой смешательный асана, это обычно. В прошлом я не использовал эту асану, это из Индии. Раньше я не использовал эту асану, это из Индии. Асана изготовлена из белой шерсти. Белая, всегда белая. Белая, 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 белая. 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 Белая, белая. В то время я был немного задержан, поэтому я купил кожу лампы. Да, кожу лампы. Тогда, конечно, у меня хотелось быть более фанатичным. Я пришёл с орчиной шкурой. Но пахло плохо от неё. Пахло. Пахло, и остальные люди... Ох, хорраблая кожа. Я не знаю, это невероятно. Потому что когда человек только начинает, он всё очень сильно преувеличивает. Потому что когда человек только начинает, он всё очень сильно преувеличивает. Большие рожалии, да. У нас всё очень сильно преувеличивает. Не нужно всё. Не нужно всё. Не нужно всё. Не нужно всё. Белый вы можете, но это только для мужчин. И если женщина хочет, чтобы... Да. Чтобы быть белым, как йогинист, формально, белым. А для женщин, на самом деле, используется красный цвет. Белым. Почему? 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 Потому что... Стоит, потому что ты не проходит. badass. Это страшная ситуация. Почему? 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 Сперм. Сперм. Сперм белый. Менструация в женщине белая. Поэтому женщины используют белый и мужчины используют белый. Мы как большие сперматозоны. Но это очень полезно. Во время ритуалов надо быть очень формальным. Я забыл в Аргентинске, но я не могу купить. У меня была униформа белого цвета. Чтобы присутствовать на ритуалах. Когда я был главным ритуалом. Особенно тот, кто возглавляет ритуал, должен выглядеть весь белым. Ритуалы обычно выполняются 16 людей. Ритуал обычно выполняется 16 людей. Это старый ведический стиль. Четыре человека выполняют какую-то функцию. Например, священники Атварью. Они приносят дрова для огня. Очень многие люди не участвуют в ритуале, но хотят его посмотреть. Атварью это четверо людей, которые все организовывают, помогают, всем все приносят. Они зажигают огонь, приносят дрова, рассаживают всех. Они помогают в организации. Они помогают в организации. Они постоянные поддержки. Например, когда вы делаете ритуал, больше людей приходят, например, в центре ритуала. Поэтому, если ритуал уже происходит, пришли какие-то люди посреди ритуала. Потому что другие люди chantают. Они занимаются всем этим организацией. Утго-три, Утго-тта, только поют. Утго-три это четыре человека, которые только поют. Они не больше ничего не поют. Чантают. 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 Специal parts. Они как бы развеивают все препятствия с воплением. Духатитам, табас, нехан, махешвари. Many times. Ган, 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 ган. To remove obstacles. And I will be thinking this for long years. To remove many, many obstacles now in my life. And this is Utgah 3. And chanting the rest of the ritual. All the rituals. They do nothing else. Следующие хо-хо-та или хо-три Хо-тра или хо-три Это те люди, которые подбрасывают в огонь что-то И читают, например, хо-он Или, я не знаю, какие-то мантры, когда они Пладают что-то в огонь И напевают какую-то мантру Са-ух, хо-он И добавляют, например, мальчик Или масло топленое Или разные флюиды Хо-три Хо-три И последние четыре хо-три И здесь, они приходят брахмарна Они же Они прадеют Они же Которые Они 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 Да, всегда я в этом случае. И контролирует остальные три брахмана, чтобы выполнить свои обязанности. И также из этих четырех есть один брахман, который ответственный за всех, и обычно это моя была роль. И он помимо всего еще наблюдает за остальными тремя, чтобы они выполняли свои обязанности тоже. Главный брахман, он отвечает за начало и за завершение ритуала. Обычно это либо гуру, либо какой-то великий йог. Потому что иначе ритуал абсолютно бесполезен. Потому что мистическая диаграмма, янтра, которая используется в ритуале, в этой позиции. Это как бы машина для медитации. Но только тот, у кого есть сила, он должен вдохнуть прану или прану туда. В определенный объект. И с этим объектом, который уже наполнен жизнью, он начинает машину, янтра. Таким образом, этим объектом, который уже наполнен жизнью, он может завести эту машину, как бы. И дальше, с каждым движением, в линге, в форме фалик, каждый движение вокруг янтра, синхронизировано с каждым чантом, и синхронно с пением, он как бы над лингом водит, рукой над янтри. Только главный брахманан знает, как это делать, и также наблюдает за всеми остальными. И остальные три брахмана помогают ему. Они стоят по бокам. Они стоят по бокам. Дальше, когда все закончено в ритуале, иногда два часа, в целом ритуале. Эта машина постоянно активируется жизненной энергией, которую это делает. Таким образом, только главный брахманан может выключить ее. То есть, как бы выключает янтру. Да? Вдыхает эту энергию, которую он придал ей. Да? Для этого можно использовать цветок, например. И тогда уже выключается эта машина. Таким образом, вся энергия, которая произошла от этого ритуала, она идет на пользу на благо всем присутствующим. Это для групповой медитации. Это медитационная машина для групповой медитации. И такие вещи мы можем делать, когда у нас будет центр, свой центр. Здесь, конечно, надо разжечь огонь. В центре или, например, если кто-то предоставит свой дом, я могу научить всему этому. Потому что я знаю все. Потому что это моя специализация. На самом деле я начал изучать санскрит, чтобы узнать, как исполнять все эти ритуалы. И даже некоторые ведические ритуалы я преобразовал в тантрическую форму. Для этого, конечно, нужно обладать знанием санскрита. Для этого, конечно, нужно обладать знанием санскрита. Следующее, янтра. Можно использовать янтру для конкретного божества или общую, безличную янтру. Янтра – это мандала, круглая, цирклая, но с порталами. Порталами. Таким образом, можно только через трех порталов к янтре, а в мандале можно войти с любого направления, а в янтре только с четырех сторон. Таким образом, можно использовать безличную янтра, как Шри Янтра. Что я имею в виду безличную янтра? Вы можете использовать эту янтру для любого божества. или, например, использовать определенную янтру для определенного божества. Например, у меня есть ритуал для Кали, богиня Кали, богиня Бремени. У нее есть своя янтра. И специальная чонка для нее. Очень интересно. И после ритуала, медитация, потому что машина создает огромную энергию, и все люди медитают легко. поют мантры, поют мантры, согласно событиям, потому что ритуалы проводятся, например, чтобы отпраздновать день рождения святого в Лени Переемском Сене. Или, наоборот, отпраздновать тот момент, когда он покинул тело. Обычные ритуалы проводятся во время полной луны. Потому что полная луна значит просвещенный ум. Это очень интересно. Нам очень нужно центр святого. Маленький, потом поможешь. Маленький, потом поможешь. Но маленький, потом поможешь. Чтобы я могу воспользоваться всеми знаниями и навыками, которые у меня есть. В действии.